Если бы меня раньше спросили, верю ли я в сверхъестественное, то без раздумий бы ответил нет. Но вот один случай заставил меня сомневаться. Честно говоря, до сих пор уверяю себя, что это просто дурацкое совпадение. Жуткое, дурацкое совпадение. В общем-то, с чего все началось. Посреди рабочей недели мне позвонил друг с довольно-таки неожиданной просьбой забрать его из травмопункта. Ну, собственно, я отпросился пораньше, да за ним поехал. Захожу, сидит в коридоре на банкетке, ждет, улыбается. Рука по локоть забинтована. Говорит, даже швы наложили. Как это вышло? Дурацкая случайность. Он опаздывал куда-то. По привычке легким бегом пролетел через офис, направился к стеклянным дверям, а двери-то автоматически и не открылись. Он со всей дури и налетел на них. Дверь пострадала, друг не меньше. Бывает же. Слава богу, жив остался. Говорит, осколки приличных размеров были. Пока ждал медиков, успел зайти на пост охраны. Пожаловаться хотел. Какого фига датчики не работают? Говорит, зашел. Там охранник сидит. В полном шоке. На монитор пялится. С его слов, дверь сама по себе в осколки разлетелась. Камеры ничего не зафиксировали. То есть на камерах моего друга вообще не было. Ну, честно говоря, мы пошутили-пошутили по этому поводу. Да решили, стоит отметить чудесное спасение. Поехали в магазин. Он вперед утопал, а я за ним. Подхожу я, значит, и вижу такую картину. Сашка буквально прыгает перед входной дверью магазина. А она отказывается его пропускать. То есть, иначе говоря, датчик его не видит. Словно и нет человека перед ним. Саня встанет эдак и так, отойдет, подойдет. Со всех сторон пробовал. Я насмотрелся на этот цирк, пробую сам. Тут же двери открываются. Говорю, мол, хорошо, идем. А он ни в какую. Дело принципа, якобы. Я уж грешным делом хотел на телефон заснять. Дико смешно же. Взрослый мужик танцует у двери магазина. Но что-то остановило меня. Не знаю. Тревожно, что ли, стало. Как-то. Вся радость миг ушла. Странно, что ли. Вроде он человек. А вроде как и нет его. Жуть. За этой всей картиной наблюдала бабуля неопределенного возраста. Действительно старенькая очень. Смотрит, смотрит и тут выдает. Мнул, плохая примета это. Плохая. Тени, говорит, у тебя нет. Ты уж аккуратней. Я тогда подумал. Причем тут тень? И фиксация объектов фотоэлементом. В общем, минут пять спустя надоело ему прыгать, и мы зашли в магазин. Друг еще шутил, мол, куда уж. И так все самое плохое случилось. Но как бы не так. Два дня спустя я снова, как бешеный, мчал по его адресу. Он позвонил на работу, сбивчивым голосом сказал, что ему тяжело дышать. И затем гудки. В общем, пока ехал, вызвал скорую. Попасть в квартиру мы не смогли. Пришлось сломать дверь. Если коротко, мы еле успели. Нашли его на кухне без сознания. Почти не дышал. И фиг пойми, что случилось с ним. Ему ведь едва за тридцать. Лежал в реанимации несколько дней. Очнулся вот, но говорит пока с трудом. Ничего страшного. Главное, жив. А уж что там произошло, узнаю позже. Вот с тех пор из головы никак не выходят слова старушки. По поводу плохой приметы. А может и правда так оно. Может быть, в приметы верить стоит? Я тут почитал. Раньше считалось, что если тень пропала, значит человек находится между жизнью и смертью. Так сказать, на грани. Получается, он как бы есть. Но его как бы уже и нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok